Рассветы русые Возвращаются, мечты сбываются И не сбываются, любовь растаяла В тумане льдинкой, а мне оставила седую грусть Добрый вечер Добрый вечер, господа У меня завелись ангелята Завелись среди белого дня Все, на чем я смеялся когда-то Все теперь восхищает меня Жил я шумно и весело, каюсь Но жена все к рукам прибрала Совершенно со мной не считаясь Мне двух дочек хотела Я был против, начнутся пеленки И для чего свою жизнь осложнять Но залезли мне в сердце девчонки Как котята в чужую кровать Но залезли мне в сердце девчонки Как котята в чужую кровать И теперь с новым смыслом и целью Я как птица гнездом свою бью И порою над их колыбелью Сам себе удивленно пою Доченьки, доченьки, доченьки мои Где же вы, мои ноченьки, золотые дни Доченьки, доченьки, доченьки мои Где же вы, мои ноченьки, золотые дни Много русского солнца и света Будет в жизни дочурок моих. И что самое главное это, То, что Родина будет у них, Будет дом, будет много игрушек. Мы на ёлку повесим звезду, Я каких-нибудь добрых старушек Специально для них звезду, Чтобы песни им русские пели, Чтобы сказки ночами плели. Чтобы тихо года шелестели, Чтобы детство забыть не могли. Чтобы тихо года шелестели, Чтобы детство забыть не могли. Правда, я постарею немного, Но душой буду юн, как они. И просить буду доброго Бога, Что продлить мои грешные дни. Вырастут доченьки, доченьки мои, И будут у них ноченьки, Будут соловей. Доченьки, доченьки, доченьки мои, И будут у них ноченьки, Будут соловей. Николай КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дисклеймер 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 Спасибо, Женечка. Даже Глеб Романов говорит, Коля, как-то 14 песен, а ты всего одну и стал популярным. Стал жутко популярным. Тогда с этой песней, сам даже пытался сделать перевод. После войны было очень, как у нас сейчас молодежь говорит, очень стрёмно петь иностранные песни. Коля тоже брал такие, тоже с опаской, вообще иностранный репертуар. Но «Вселка и бабочка» это был глининградский актёр, вот вы убейте, не помню его фамилию, он сделал перевод. Ещё в 42-43 году сделал вот этот перевод и сам для себя пел. Поэтому это русский текст. Что делал Коля вообще? Он был патологическим музыкальным человеком. Такого слуха я не встречал, думаю, может быть, ещё два человека есть. Вот Людмила Марковна Гурченко и Олег Анофриев. Это вот люди, у которых просто магнитофонная память. Вот любую ноту, он не учился играть на рояле, но Коля абсолютно точно брал все гармонии, знал. И на гитаре играл тоже, сам научился. И перед войной он наизусть, значит, для своих товарищей и для родственников, он пел все песни Косина, все песни Лещенко, Петра. И с этим он прошёл всю войну. И он думал, что это ему не пригодится. Но потом, вот после того, как он же пел популярные песни, он пел разные... Он сделал, кстати говоря, несколько собственных... Он знал французский, так, в школьном формате, он знал французский, он сделал несколько переводов песен и в Монтана. Значит, вот была такая... Мария Безон сам пел один куплет на французском, с очень хорошим, даже благодаря замечательному слуху, с прекрасным произношением, а второй куплет по-русски сам. Он на ходу сочинял стихи, они даже, мы с ним вместе, когда долго ехали в автобусе, играли в Буриме. Галина Карева была такая, помните, такая певица, она пела роман, она говорит, Колечка, мне очень нравится твой роман, я люблю вас там безумно. Колем был... Значит, у него была такая записная книжка, мельчайшим почерком были все слова и все варианты текстов. Я говорю, он говорит... И когда-нибудь порой вспоминаете обо мне. Но там мужской текст. Он говорит, сейчас... И он тут же и придумал, блядь. Так с другим счастливым... Нет, будьте счастливы с другою, вы в далекой стороне, и когда-нибудь порою свою найдя... Но мне Гали была счастлива, она пела... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok